ну а дальше сезон блохотрону, сегодня у нас 10 апреля значит уже продаются, давно продаются вот таком виде, видите, вот тут даются умные советы, смотрите, вот, у меня, знаете, как поразило, вот верхние, да, смотрите, и правду, как я, укоротить, чтобы лучше прервился, правду, да, внимание, но оказывается, на второй год надо еще больше, а они в замучении идет дикое, вот так, а третий год уже с яблочками нарисовали, еще больше замучения, а потом приятно прочитать следующее, ну, Кутепова, кто не знает, Кутепова, дальше написано, хранить саженцы вот эти, при температуре минус 3, плюс 2, вот, ну, а в магазинах они хранятся, при температуре плюс 2, 25, мы это проходили, вот, и вот они нарисовали на схеме, смотрите, сколько отрезается, ну, примерно, на верхней рисунке, примерно пятая часть, да, пятая, теперь смотрите, чтобы вот это вот дерьмо, извиняюсь за выражение, выжило, да, вот он подвой, вот он до сюда, вот он привой, вот он тут, вот где-то тут надо отрезать, а так как никто отрезать не собирается, то с этими корнями он можно выбросить сразу, чтобы не терять годы, вот, еще страшнее, учеба, 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 впереди весна, может, я не для всех говорю, меня послушает там несколько авторитетов таких, что я уже начинаю это, так сказать, перед ними преклоняться там, вот, перед этими ребятами, вы знаете их по фамилиям, они могут сказать, ну, сколько можно, но я уже ничего нового добавить не могу, мне уже нечем их учить, а новичкам я скажу, вы видели вот эту корневую, да, вы видели метровый побег, две-три почки, остальное отрезайте, основа, основа, спасаем дерьмо, чтобы каким-то чудом что-то выжило, вот здесь отрезаем, вот здесь, вот, я уже, ребята, ради новичков, я повторяюсь, фотографии эти вы видели, но на улице весна, вот, смотрите, одна почка, две-три, вот где-то вот в этом месте надо отрезать, тогда еще есть маленький шанс, что выживет, а то ведь еще привитое, значит, что-то может быть, это Сергей Железов получил с Крыма, вот в таком виде посадил, персики умерли сразу, яблони пожили один-два года, и тоже умерли, ну, это же корневые отводки там, вот, то есть, вот, я поэтому вас и призываю, ребята, вот 30-го, в прошлом году, 30-го дня я сделал эту фотографию с экрана, то есть, в это время в магазине уже, правда, уже цвели деревья, черешни, яблони, абрикосы, груши, черешни, яблони, абрикосы, груши, все цвело, вот, я вам показывал эти снимки, поэтому я выбрал один, красиво, да, цветет, значит, все, что тут, горы, огромное количество коробок, тысячи, их тысячи, к моменту посадки, допустим, к апрелю, все они мертвы, но если в них какая-то жир степлится, то уже не теплится, все равно выбрасываю, однажды, мимо меня ехала из известного питомника машина, сказали, по пути заехали к вам, и вас чуть купим, вот, а я любопытный, я по чужим питомникам не езжу, я говорю, пожалуйста, покажите, что вы это достали, вот, почему достали, я говорю, срочно снимаем эту, изоленту, сняли и увидели, фактически саженец уничтожен, почему не был хозяева питомника, питомник известен, вот, почему они не сняли еще годом раньше, ну, не годом раньше, ну, вот, я, например, снимаю в июле, а у них еще и август, сентябрь, октябрь, ноябрь, вся зима, и на следующую весну человеку приводите вот это, вот, вот, вот эту фотографию мне прислали, в такой же случае, пленку не сняли, и вот тебе здрасте, вот, а еще есть, вот, сами брошки такой сюда, вот, он очень много торгует, очень много саженцами торгует, вот, когда я сказал, ну, весна же, годом раньше, пленка, это, тоже изолента, что за год-то не снял, а они сами снимут, вы представляете, никакого это, уважения к покупателю, вот, весна на носу, весна, февраль месяц, Москва, элитный магазин саженца, элитный, вот, пока меня с моей хрупкими плечами прикрывало от охраны, значит, моя, это, подруга Мараховская, элитный, а я в это время вытащил саженец в тихушку, отсюда вытащил, положил на пол, сфотографировал, потом, по это, по, по котелу, ногтями пощипал, мертвый, вот, ну, остальные щипать не стали, они все мертвые, и так видно было, как это случается в течение зимы, будучи в теплое помещение, да, сказали, с Польши, я спросил, откуда, с Польши якобы, вот, все это дерьмовое, корни практически нет, корни там ясно, искусственные, те самые клоновые, вот, еще, сколько их там, если тут еще немного этого, как мне подошли сказали, там немного, это вот сама, вот, там немного торфа, вот, ни одна, ни торец, ничего не знаю, это, ну, в общем, мертвые, и все они мертвые, вот, а это еще февраль, масштабы бедствия, видите, вот, это Саиногорск, вот, это саженец слева, это Сергей Железов, он привез, думал, так, похвастаемся, знай наших, и за ним продадим, вот, это было чудо, что саженец стоимостью тысячи рублей, шикарнейшая, роскошнейшая груша, из тех, которые тают во рту, я был продан, мы его повезли обратно домой, да, просто попутно, ну, время занимаем там, ну, я селекцией выступал, это называется, как открытый стол, забыл, как, открытый стол, вот, тут мы сидели, надо было шестер авторитетов, вот, ну, а торгаши привезли вот этот вот мешок, а в нем мертвые саженцы, но, скажу, что мы нет, дядя не купили, и у них дядя не купили, это осень, вот, и после всего, что я рассказал, я обращаюсь к вам, сами, ведь это проще пареная река, значит, давайте еще уточнять, до конца расстанемся с клоновыми подвоями, итак, клоновые подвои, это промышленность, итак, клоновые подвои, это 40 обработок, отравленная почва, отравленные люди, отравленные деревья, отравленные плоды, все отравлено, 40 обработок, сейчас я ниже покажу, я вот это пытался показать, но потом я остался недоволен, надо бы еще как-то лучше рассказать, вот, и получается, что главная продуктивность, правильно, на второй, третий год, то доносит, это клоновые, те самые, вот, чтобы вырастить хороший подвой сенец яблони, слышали, сейчас разговор был, про это, по телефону, вот, сенец яблони, годы, да, на 3-5 лет, у меня получается ровный год, причем очень мало поливаемся, некогда, не удобряемся, некогда, вот, что еще мы не делаем, земля очень паршивая, но, вот, что я заметил, ребята, я разбираюсь в семенах, например, груш, я смотрю, чем культурная груша, тем сильнее семечка, и видно, какое оно несчастное, какое оно худое, я держу его на руках, вот, эту семечку, я их тоже, пробую, но надо продавать, кушать, надо, ведь многие мечтают, и некоторые доводят оплодошины, пусть не за несколько лет, а там за 5-8, ну, доводят, еще и вкусные попадаются, но я смотрю на семена, и какое семечко у дикой, это, у сурийской груши, ядреное, мощное, и саженцев растает, ядреное, мощное, за все годы, сколько я их вырастил, ни одной подмершей веткой, да не может она быть подмершей, что тут написал этот человек, сеянец не дает преимущества, морозовка себя прямое, если будет минус 40, все вымерзнет, и на сеянце, вы понимаете, я не могу понять, вот этот человек, да, о, гайда, это было что, это была моя работа, мой фильм, а ниже было, как называется, комментарий, вот, кого он хотел убедить, ну, не меня, меня ты не убедишь, он же оппонент, я не мог вот это не скопировать, и так, сеянец, оказывается, они морозостойкие, а вот, что я заметил, они не просто морозостойкие, и так, манжурский абрикос, китайские сливы, вот, это, вот, яблони, ну, лучше бы, конечно, оккультуренное, вот, может, она потеряла пару градусов морозостойкости, но оккультурное яблони, у нее совместимость яблони идеальна, и эти же груши, дикие уссурийские груши, совместимы абсолютно, для меня это было открытие, и единственное, что только дикие уссурийские груши я никогда не приучал к этим грушам, а груши не приучал к ним, по двое, ну, повезло, ну, вот я его играл, так бывает, вроде, что не надо ничего делать, привил, готово, вот, и получилось следующее, человек откуда-то взял эти цифры, по 3-5 лет, 5 лет растить по двое, может быть, он у них вот так вырастает, вот так первый год, плюс второй год, третий год, может быть, и поэтому, вот, но он, где он это взял, судя по всему, он сам не привальщик, он воспользуется готовым материалом, дальше, еще немножко, еще 3-5 лет до начала плодоношения, то есть, еще 3-5 лет он будет это, а я взял специальную, вот это вот, вот это вот, ой, долго листать, с чего я начал, какой, черт, он, цвета, цветущую почку покрыть, ровно год от прививки, какие 3-5 лет, где, какие специалисты выращивают 3-5 лет, значит, может быть, просто не хватает квалификации, нет таких подвоев, как у нас, еще раз говорю, подвойный материал, который я перечистил, это такой могучий материал, а по идее, в одном саду они не должны расти, по одной простой причине, что, груши, сухой климат, яблони, мокрый климат, подавай, слива, мокрый климат, абрикосов, сухой, умудряются выжить, значит, еще есть другие качества, кроме вот этих, ну, сильно мрачно, 3-5, тут, 3-4, тут, 6-9 лет, вот, и дальше, человек, который, ну, уже точно, вот зачем он сюда влез, со своим комментарием, ведь комментарий, вот, смотрят люди, кто-то думает, да действительно, нахрен мне это надо, от 6 до 9 лет, вот, последние 2 цифра, 3-4, 3-5, от 6 до 9 лет я должен ждать плодношения, 6 самое малое, 9, это уже точно, нахрен мне это надо, понимаете, а у меня получается, что это самое, абрикосы, в этом году привил, на следующий засветает, и в сливок так же почти, нет, может, годик попозже, вот, и, наконец, какая красота и порядок, как растут промышленные сады, ну, все, разбираться будем, единственное исключение с правилом, ну, до того медленно растут руссористские груши, так что, вот, а еще же, считайте, не поливаются, а еще дикая засуха прошлогодняя, дикая, можно сказать, смертельная, ну, ни хрена им не случилось, но вот только на второй год, на третий год, они стали годы на прививку, это единственное исключение, ну, нормальный абрикос, на полутора метров, даже если к нему не подходишь за лето на разу, полтора метра есть, в основании вот такой, иной раз приходится, уже не можешь привить, косым срезом приходится уже расщепделать, вот так, значит, все это неправда, и 40 обработок, 40, и, наконец, я один раз рассказывал, ну, это очень важно, ребята, например, прислали ролик, нормальный мужик, фермер, сад, прямо лобится от яблок, прямо лобится, он высказал все беды, конкурировать не можем, себестоимость у наших вышек, ну, вы же понимаете, какие у нас цены, у нас все любое дело загробят, помните, это самое, скандал был, когда фермерам Подмосковья увеличили размер налога, ну, за студия взялись, ну, эти 5 раз, 40 раз, и вот он жалуется, что вот тут, 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 и мы, это, у нас, холодильников нет, денег на холодильнике нет, значит, продавать вынуждены сразу, вот только выросло, а на рынке все завалено импортом, а кто дал возможность какой-то, ну, как бы это называться, вот, надо же как-то помочь со своим-то производителем, торговыми площадками, кто, кому, какое дело, когда хрен все эти, все эти нужны, до зимы не сохранить, продавать приходится, когда завалены импортами, себе в убыток, и он похвастался, про 28 евро, а, и вот вещь, уже сколько я вам лет говорю про эти 40 евро, он говорит, а у них 40, а у меня 28, ну, это почти половину месяца, ну, спасибо, это там, вот так, ребята, а теперь посмотрим, внимание, вот нормальный сад, тот самый, как он его назвал, красота и порядок, промышленный сад, вы согласны? Красота? Красота, порядок, порядок, сколько стоит такая крыша, ну-ка, обратите внимание, я увеличил, крышу, видели, сколько она будет стоит, обработка, ведь тут же нельзя, чтобы трава росла, а тут тепло очень, это почти субтропик, чтобы они быстрее росли, и крупнее были, видели, да, вот, себестоимость какая, а попробуйте, то у нас такое, у нас такое, без садового сайте, а это что, это монстр какой-то, вам как это все, смотрится, а вот это, свисты до осенью, вот, пожалуйста, а знаете, что это такое, я даже не догадаюсь, что это за трактор, и что за навесная оборудование, вы догадайте, я скажу, пока помолчу, ну, конечно, все знают, это обрезка, механизированная обрезка, что после этого остается, тысячи ран, не обработанных, естественно, не замазанных, значит, наваливаются на эти деревья, все, жуки, пауки, эти самые, гусеницы, все, 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 все наваливается, и начинается вот эта работа, а мы, ребята с вами, должны что делать, мы должны вырастить по двое, сами, и привить сами, почему, я бы сказал, берите у Сергея, у Сергея весна, а у него уже ни одного нет на продажу, уже по предоплате все давно разделено, уже ни одного саженца, представляете, а много таких садов, вот весочка опять пришла, вот там я путаю, один Антон, друг Андрей, или Андрей, а друг Антон, который купил этих самых, я уже цифры начал забывать, но на сотни тысяч купил саженца, на сотни тысяч, посадил, по-моему, 6 гектар, ну, мы подробно проходили, просто пришла недавно весочка, когда я уже почти все забыл, хорошо запомнил, Антон Андрей, и, ни хрена не растут, а деньги-то угроблены, теперь он уже у меня заказывает, сотни тысяч выброшены, вот так вот, вот эти сады, они не для России, у нас холодно, нам не догнать их по себестоимости, раз, вот, у нас нет таких масштабов, чтобы захватывать торговые площадки, чиновникам нахрен не надо, еще будут они это, поднимать, допустим, налоги на импорт, а своим налогом освобождать, ага, освободили, помните, 40 раз подняли, вот, вот то, что мы имеем, вот, а теперь, прав я или нет, смотрим, Татьяна Максакова, доброго дня, клоновые подвои в Киевской области, и не только, это что-то страшное, клоновые подвои, а сколько я вам показывал фотографии, Сергею прислали, они еще питомники начали гнить, потому что у них нет корневой шеи, помните, покупаются и выбрасываются с садов, при жаре 30-38 градусов летом, а их корни размещаются сверху, надо поливать, не покладая рук, плодоносят на седьмой год, где на первый год, где на второй, кому я мне должен верить, а вот я и Татьяне верю, Максакова, хоть и незнакомцы, плодоносят на седьмой год, и то, что попало, урожай никакой, сорта нет, покупалось в известных садовых центрах, это получается, что майоридная Украина тоже самое, торгует таким же дерьмом, как и у нас, когда-то это был Советский Союз, когда научили эти деревья калечить, когда перешли на очень раскрученные, это как реклама, покупайте наклоны по двоих, он будет маленький, на цыпочки вставать не надо, много давать не надо, я вот слушаю, один из козырей, это что у них будет маленький урожай, это какой козырь, козырище, зачем вам одно дерево, давайте их, я потом ниже покажу, давайте 20, 30, 40, которые дадут столько, сколько одно моё, вы мои видели, а возьми-то с ними, а сейчас посмотрим, я ничего не, я не добавил ни запятой, ни точки, плодоносят на седьмой год, и то, что попало, урожай никакой, сорта нет, покупалось везде с садов в центре, внимание, сёлах сейчас копают, лесах дички, о, наши люди, вы чувствуете разницу между промышленным садом и любителями, сами примивают, вот это письмо, меня их достроило, вот эти первые полчаса, рассказать, что я рассказал, соседка посадила 50 плодовых деревьев, выжила 3 и болеет, ну как вам 47 мёртвых, а, это что, нормально, я сама прививаю, но сразу говорю, ребята, учёба есть учёба, если бы соседка, ведь это надо переучивать полностью, нас, украинцев, белорусов, казахов, всех, всю планету, вот, это надо было мне родиться, увидеть, убедиться, что, наверное, впервые получились, у меня сад, у моих друзей сады, у моих покупателей сады, потому что они обрезались при пересадке, вот это, это, и как сейчас бить башком миллионам людей, вот она 50 плодовых деревьев посадила, она их обрезала, а там, этот самый, подвой, вот такая палка, с такими вот этими, как они называются, ну такая бороденка, и более-менее развитая крона, никогда не выкормит, а она обрезала, хотя бы половину крона, чтобы лучше, да и в жизни, если бы она, выжила 3, если бы она все 50 обрезала, может быть, у них сейчас было бы 20, ну 10, а может быть и 30 нормальных деревьев, про это никто не знает, обидно, страшно, дальше пишет, как ее зовут, Татьяна, я сама поливаю, наблюдаю, внимание, даже на песках зерновки, ну я так понимаю, на песках зерновки, это, зерновки, это значит, семечная культура, растут невысокие, но все усыпаны плодами, видите, даже на песках, спасибо за вашему труду, я многому научилась, вот, видите, на Украине тоже меня смотрят, внимание, я когда увидел фотографию, она очень распространена в интернете, она везде и всюду, голенастая штамба, снизу отрезали эти ветки, телеканал усадьба, опять этот берет и выщипывает, выщипывает, делает ему штаб, а скажите, пожалуйста, пусть он сделал, в селедке получилось, на метре получилось 4, ну, на скидку, на метре 4 дерева, а дальше как они растут, они уже загустили друг друга, дальше придется делать что, а как тот самый этот, я показывал, обрезку делает, с помощью трактора, а нам это надо, любителям, и вот в такой садзинец попадает любительский сад, нет, это сад не любительский, это сад промышленный, почему я выбрал, когда случается вот такое, опять штамбы, вот, количество яблок, ну, здесь, допустим, с ведерка, здесь пол ведерка, треть ведерка, там вот, пятое, шестое, они вообще не пошли, это, только место занимает, а больше уже не будет, вот чем беда, и представь себе, что вот этот сажевец, вот этот, или вот этот, эта груша, попадает в любительский сад, вы заметили, что человек купил 50 штук, что он может с них иметь, обратите внимание, столбы, шпалеры, вертикальные, горизонтальные, удержать-то его еще надо, у него же корней-то нет, он же от любого ветра, кстати, вот эти вот, они еще, наверное, потом их все-таки усилят, столбами, шпалерами, почему? Первый же ветер, а там же клоновое подвое, первый же ветер, все это уничтожит с гарантией, я ничего понять не могу, каждый год, я железо смотрю, и вижу, весна, лето, осень, самое страшное, лето, осень, когда высокая якорность, это когда много листьев, и сопротивление ветром, ветром, деревья, бельсины, и вот показывают, деревья огромные, мощные, посреди города, падают, убивают людей, детей, это постоянно, вот, убивают, сотни машин, искалеченных, все это, а за городом, удачная массива, то, что уничтожает опоры, уничтожает рекламные щиты, крыши с домом сносит, вот это может выдержать, хорошо, вот, киевлянки, то есть, ну, не киевлянки, ну, украинки, 50 штук убила, 47 умерла, 3 дохнут, а если бы они сдохли, это что, до первого ветра, ей повезло, что сразу сдохли, вот так вот, и вот как, потом я смотрю, вот на это вот, я смотрю, потом ниже будет, еще одна интереснейшая фотография, я просто так, у меня подборка идет, от одного к другому, и так, столбы, шпалеры, вертикальные, горизонтальные, видите, все тут это, оплетено, вот, дальше идет что, дальше идет, плохо видно, но видно, капельный полив, зачем-то штамбы, еще укутаны, может быть, их таким образом спрятали, от солнечных ожогов, может быть, когда заболевают груши, чаще всего, прям приговор, солнечный ожог, а солнечный ожог, это бактериальная болезнь, она не лечится, там можно разводить, эти самые, даже как мы с вами, антибиотики, что угодно делайте, вылечить ее невозможно, а потом, я же не понимаю, почему много глупостей, даже в промышленных садах, почему не могут от этого отказаться, вот этих вот самых рулонов, ведь там же гниется, не идет, самым настоящим образом, вот, а кто-то решил, что так будет лучше, а урожаи такие хиленькие, что смотреть противно, на этом дереве, я считал, 4 груши, на этом 4, вы начинаете смеяться, с виду много, на следующем 3, на следующем 2 или 4, трудно понять, на следующем 2, ну, тут может быть даже 5, это смех какой-то, в Сибири больше дают, и теперь, когда я вот это все развивчал, а почему, ведь этот же человек меня хотел предпочитать, он же не просто так, вот красота, вот его письмо, я должен выращивать, от 6 до 9 месяцев, привитый сад здесь, мало того, все вымежнет, и насеется, видите, поэтому мы как будем с вами продолжать, пусть себя выращивают, вот, кормить они нас будут, до тех пор отравой, пока не окажется, что в каждом нашем дачном саду, в российском, в украинском, в белорусском, в каждом дачном саду, не будут расти сами по себе, и тогда это все и изгнет, и к нам перестанут поставлять, это отраву, так будут знать, и кто же не купит, у каждого своего, эти девочки, в полный погреб, вы знаете, что такое Украина, прежнее сказать, но у меня не было российского опыта, вы уж меня извините, за то, что я на Украине родился, у меня в Береславском районе, закопаны, это, эти самые, папа, мама, дед, бабушка, и прочие родственники, более дальние, Ленинсовская, Ремшинская область, в каждом дворе, я не говорю, что сейчас, было, одна, единственный абрикос, называли его по-разному, жердель, жерделя, жарделя, и каждого сельчанина, погреб набит, погреб набит, банками, они не могут, чтобы не собрать, сахар был очень дешевый, тем более, сахарную свеклу выращивали, сами, и виноград, вот, и получалось, 50-100 банок, забит весь погреб, а есть некому, вот это самое страшное, знаете, как меня закармливали, какая радость была, Валера приехал, родственник близкий, вот это было, а сейчас что, научились, колечить деревья, и все, вот, теперь мы можем, только, есть отраву, посмотрели, мы все на это, да, видите, вот эту фотографию, поселок Сизая, вот, это моя груша, называется Ла, да, вот, сейчас стоит, на высоте, вот эта рука, его левая, на высоте 5 метров, он бедный, несчастный, он рискует жизни, он же может переломать себя, все кости, но он собирает, руками, обратите внимание, левая рука, держит груши, он не позирует, просто я его окликнул, говорю, привет, что, замучился, да, замучился, там больше еще 3 метра груш, которые упадут, и разобьются, да, целое горе, нет, оказывается, надо вот это, вот это вот, и вот такие продадут, вот, наклоны подок, продадут вот это, вот, это сколько надо, чтобы заменить одну единственную грушу, ладу, сладчайшую, видите как, и все это ради рекламы, ради рекламы, интексицид, интексицид, для чего это, не сажать муравьев, ну мы к этому еще подойдем, как, там, это не сажать, это не сажать, это не сажать,